7 января старт спецучастка НИОМ-НИОМ. С нами любезно согласился поработать Сергей Бочкарёв, инженер-конструктор команды. Привет, Сергей. Привет, Эрик. Мы хотим откомментировать старт грузового зачёта. Вы знаете, что сегодня смешанный старт, ну, впрочем, как и в последующие тоже спецучастки. И сегодня вот лидер вчерашнего дня Сергей Визович стартует 25-м. Он уже здесь. Что про эту машину Сергей может сказать как специалист? Это Капотник такой достаточно выразительный. Вот твоё мнение как специалист об этой машине? Да, согласен, что Капотник выразительная машина. Визович, в принципе, впервые на Дакаре на этой машине. До этого в этом году провёл несколько тестов на шёлковом пути. В целом по шасси очень похожая машина на нашу. Имеет автоматическую трансмиссию. Двигатель у них в основе Caterpillar C13 подготовленной спортивной командой Багира. Они долго работали с двигателем. Насколько я понимаю, все машины МАЗа теперь с этим мотором едут. Да, всё верно. Мотор имеет порядка тысячи сил. Четырёх в половиной тысяч ньютон-метров крутящим моментом. И следом за ними сразу подъезжают наши КАМАЗы Дмитрий Сотников. В этом году хорошо поработали с компоновкой, много изменений. Одно из них это подвеска кабины, что позволило нам улучшить плавность хода и снизить динамические нагрузки на экипаж. Но это нововведение, собственно, не нововведение, оно уже есть во многих грузовиках, так я понимаю? Но для нас это новая подвеска и, в принципе, переработанная. Позволяет более... Народные решения есть, да, у передней подвески. Просто у многих она задняя подвеска, как правило, передняя жесткая, либо она какая-то серийная используемая. Мы её переработали с изменяемой характеристикой упругой и демпфирующей характеристикой, соответственно. Ну, кроме этого, есть ещё ряд изменений в машине. Мы хотим об этом сделать обзор уже на Биуаке. Посмотрим, кто это сделает. Главное – это компоновка. Немножко изменилось, чтобы обзорился в центр тяжести и улучшить поворачиваемость машины. Стартует Андрей Каргинов. Но смотри, неплохо удалось поработать и с дымностью машин. Практически нет никакого чёрного дыма. Да, всё верно. Хорошо работали весь год с дымом, потому что организаторы очень серьёзно к этому подходят и штрафуют. Поэтому нужно было решить задачу избавиться от дыма и при этом не потерять в динамике. Отлично. Вот ещё один яркий грузовик – Мартин Мацик. Мартин Мацик. Впервые тоже на Капотнике. Купил кабину Ивека. И силовой агрегат у него тоже Ивека. Курсор 13-й. У этого он ездил на Лиазе. И сейчас… Ну, в принципе, это не купленная машина целиком. Это его разработка. Не купленная, да. Это его целиком разработка. Единственное, что только это двигатель Ивековский и кабина. Скажи, а коробка у него, автомат? Механический. Механический. Мы тоже с Мартином договорились, что подойдём к нему на Бивак и подробнее поговорим о его машине. Вообще сейчас можно видеть топ грузовиков. Они в стартовке пораньше, чем весь остальной состав грузового зачёта. Около 40 машин осталось после двух этапов участвовать в гонке. Но здесь весь цвет грузового зачёта. Эдуард Николаев неплохо стоит в стартовке. И вчера неплохо на второй части этапа отыграл отставание. Неплохо отыграл, да. Были проблемы в предыдущих этапах. Уходит на спецучасток Эдуард Николаев. Но все машины одинаковые, тебе трудно какие-то различия? Да, очень сложно здесь. Все машины одинаково подготовлены, имеют одинаковые мощности, трансмиссию, конструкцию. Всё одинаковое. То есть все пилоты у нас на равных. Визуально по фотографии можно определить по цвету на зеркалах. Я правильно понимаю? Да. А вот жёлтый, это Антон Шибалов подъехал на старт спецучастка. Желаем удачи Антону. А вот интересная машина Алиш Лапрайс. Она и внешне другая. Насколько она внутри другая, Сергей? Я думаю, она основана на Татре Ямал. Только называют сейчас Прага. Капотная машина. Да, они начали уходить почаще на спецучасток. Ну да, машина теперь называется Прага. Это старая марка чешских грузовиков. Сейчас уже, насколько я знаю, не производится. Но довольно интересная машинка получилась. Сейчас мы подойдём обязательно к Алишу и расспросим, что у него там, какая коробка, автомат. Но вот эта вот хребтовая рама, она видна, татровская. Да, в основе, да. Татровская хребтовая рама и трансмиссия вся. Независимая подвеска, нарычажная. Ну, что уж говорить, Алиш, он из династии, племянник шестикратного чемпиона Дакара, Карла Ла Прайса. Они уж в инженерных вопросах, тем более чехи, знают толп. Паскаль Дебар на старте. Рено. Две машины. Ревалки. Машина, подготовленная МКРом, Марио Крессом, полностью совпадает. Трансмиссия Рено, двигатель Рено 13-литровый, автоматическая трансмиссия. И американские мосты Эксел Тэч. У его напарника по команде Герта Хузенко гибридный привод. Гибридный привод, да, на основе ЗТЭлского. Ну, и мотор там поменьше литража. Сейчас мы его, наверное, увидим, дождемся на старте. А вот Рено Мартина Ван Денбринка. Да, тоже очень похоже на машину Ревальт. Подготовлен тоже МКР. Трансмиссия автоматическая, силовой агрегат тоже Рено. У него ЗДФ, трансмиссия? Да. И это капотник Рено Шерпа, ну, это чисто стилизован под него. Но, насколько я знаю, он славится своей системой охлаждения, мощнейшей, да? Да, все верно. Это большие радиаторы. Большой мотор, мощный мотор требует хорошего охлаждения. Очень мощный мотор, да. Там тысяча, сколько там параметра этого двигателя? 1200 лошадиных сил и 4800 тысяч ньютон-метров. Да, момент крутящий. Но, может быть, это и мешает ему доехать до финиша, не знаю, рвет машину, рвет трансмиссию? Возможно, да. Очень часто в истории они выходили из строя у них моторы. Это им иногда мешает, да. Посмотрим, что будет на этот раз. Ну, вот Ивека Жерара Дероя, четыре машины у него в этот раз в гонке. Альбер Лавера из Андорры видно по надписи. Что про эту машину? Судя по тому, что мы видим, машина прошлого года, мало что поменялось. Автоматическая трансмиссия, двигатель Ивека, курсор 13-литровый. Мосты тоже такие же, как и в прошлом году. По трансмиссии я не вижу никаких изменений. Так же, как и по подвеске, по кабине. То есть команда Дероя в этом году привезла старые машины. Ну, старые не значит плохие, он просто решил не рисковать. Да, не значит. Возможно, какие-то косметические изменения он провел. Он тоже так же долго тестировал подвеску кабины. Вот я вижу, вот она у него довольно свежая. Передние опоры. Вот еще одна чешская команда. Татра Бондвер Проджект на основе Татра Ямал машина сделана. Тоже очень надежная, короткая база. Проверенная временем машина. 505-е века Ван Кастерен, лучший в команде и века. Вчера у него было два прокола и два раза он блудил. Только поэтому вчера был не в топе таблицы. Ну, вот тот самый гибридный грузовик. Да, это, наверное, один из самых интересных грузовиков. Впервые гибридный грузовик выезжает на Дакар. Очень любопытная машина. Правда, судя по информации, двигатель тут немного уменьшенного объема. Соответственно, и мощности. Но за счет гибридной установки силовой, я думаю, они это компенсируют. Интересные колеса у них, оригинальные, не такие, как у всех. Более широкий и низкий профиль, что должно им позволить в поворотах машина лучше себя вести. Они пробуют, пока не впереди. Гибридная установка за ней все равно в будущем. Я слышал на проводах команды в Наверчелнах генераль-директор ПАО КамАЗ Сергей Кагогин, Владимир Ичагин, говорил, что тоже надо пробовать себя вот в этом направлении, в направлении гибридных автомобилей. Да, конечно, будем пробовать. Ну, вот за рулем этой машины, к сожалению, не тот водитель сидит, что должен был бы Мартин Солтис, а должен был бы Мартин Колом. Мартин Колом, да, должен быть. Сейчас подходил к нам товарищ Мартин Колом и сказал, что улетел он в Чехию, повредился на спецучастке тренировочном еще в Джидде. Он хотел ехать на пикапе и что-то там какие-то переломы получил. Что про машину? Машина очень такая интересная рама. Татра Феникс? Татра Феникс, да. Ну, трансмиссия, опять же, татровская, классическая, с независимой подвеской. Ну, это Багира, у них преимущество в моторах, это кольцевики. Да, механическая трансмиссия, моторы повышенной мощности, своеобразные такие. Я обратил внимание, что Узбекистан написано, но это не значит, что машина представляет узбекскую команду в Ниве, просто Узбекистан, видите, использует борта машин для того, чтобы продвигать свою страну, свою республику на международной арене. Так вот происходит выдача роутбуков непосредственно перед спецучастком. А то, о чем вчера рассказал Андрей Макеев. И еще здесь передовые топ-экипажа проверяли металлоискательную на наличие в кабине смартфонов. Смартфона в кабине быть не должно. Ну что ж, пожелаем парням удачи на сегодняшнем круговом этапе, 400 с лишним километров. Это будет круг с заездом в горы Хиджас, практически на границе с Иорданией. На 1400 сегодня поднимутся машины. И будем ждать, ребят, на финише с комментариями о том, как прошел сегодняшний день. Да, пожелаем им удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень плотно пришли на финиш первые пять экипажей в категории авто. Костя Жильцов приехал пятым. Он штурман у Аль Раджи. Сказал, что последние 80 километров надо перевести Костю на нормальный русский язык. Очень плохие в плане навигации условия были. Много нарисовано дорог. По факту дорог нет. И поэтому там очень много было, ну так говоря, на языке ролистов блуда. Но еще информация тревожная, с которой мы, в общем-то, уже более часа здесь стоим, что на 60-м километре экипаж Дмитрия Сотникова выскакивал через песчаный бруствер. Я не заметил там в песке огромный валун и разбил передний мост, разбил раздатку поддон. Масло вытекло. Ребята пытаются устранить утечку масла, но мы не знаем, никакой информации пока нет, насколько это им удается. Дыра, насколько я знаю, в раздатке около 10 на 10. Ждем здесь первых финишеров грузового зачета. Как обычно решаются на трассе проблемы с такими вот неполадками, как случилось у Сотникова? Ну да, таких неполадок я за свою историю не помню. Действительно, очень серьезное повреждение. Но у нас есть в запасных частях комплект для ремонта поддонов. Я думаю, он должен вполне подойти и к решению этой проблемы. Да, отверстие достаточно большое, 100 на 100. То есть не просто будет ликвидировать его, но все реально. Тут главное, чтобы это было место достаточно ровное на раздатке. У раздатки очень много приливов разных и, конечно, могут возникнуть с этим сложности. Но думаю, ребята справятся. Клин, что ли, заколачивать? Что делать? Ну, не клин. У нас специальные есть алюминиевые такие куски металла с жидкой резиной, которую мы накладываем, просто саморезами прикручиваем к месту пробоины. Вот. Это, в принципе, должно держать. Но на таких больших, конечно, отверстиях мы не пробовали этого делать. Делали только на... Давления там нет масла? Нет, давления там нету, поэтому... А где столько масла набрать? Масло у нас есть запасное. То есть в таких случаях уже льется все подряд. Не смотрится это трансмиссионное или моторное масло. Главное, чтобы оно там было, чтобы смазка хоть как-то происходила и машина могла доехать до финиша. Субтитры сделал DimaTorzok Андрей, ну рад тебя видеть. Сегодня ты повеселее. Как прошел этап? Действительно, день сложился хорошо. Мы стартовали третий в грузовиках. Затем видели остановившийся КАМАЗ Дмитрия Сотникова. Он показал нам ехать дальше. Но что порадовало, что мы накатили потихоньку МАЗ. Вообще, спецучасток складывался из трех участков примерно по 100 километров, по 120. Была нейтрализация, две нейтрализации в 20 километров, где можно было посмотреть технику, остановиться, как-то перевести дух. Но мы видели уже на первой нейтрализации, что мы подкатились чуть-чуть. Ну и на втором спецучастке уже обогнали его и постарались сделать какой-то отрыв. Но запомнился вот последняя концовка, последний спецучасток. Около 100 километров, извилистый, в камнях. Можно было не ехать в дороге, потому что подни камни совершенно сплошные. Все покрыто камнями острыми. И штурман отлично, конечно, справился сегодня своей работой, найдя именно правильную ту дорогу, которая нам нужна была. Отлично. Скажи, а у Владимира не останавливались и оставляли ему масло? То есть с проблемой его не знаешь, что это проблема? Нет, мы стартовали следом за ним в двух минутах, и, видимо, он остановился буквально перед нами. Мы посигнали, спросив, что ему нужно, он махнул рукой, что не останавливайтесь, и мы проехали дальше. Он пробил передний мост и раздатку. Серьезная проблема. Ух ты. Но продолжает движение? Нет, пока нет информации, поехал ли он или нет. Но пытаются устранить. Ну, это гонка. Действительно сложная гонка. Наверное, спасибо организаторам за такую возможность испытать нас, экипажи, испытать машины, испытать то, как подготовленные команды. Действительно, очень сложно. Да-да. Антон, ну, сегодня горный спецучасток. Ожидалось, что будут больше проблем с колесами и были какие-то проколы. Но я вижу, что колеса целые. Ну, да. Сегодня действительно весь день очень такой рабочий. Очень много камней. Очень много острых камней. Больших, разных. Ну, то есть, 400 километров сплошные камни. Ну, благо, колеса наши не подвели. Гудгер отработал наши покрышки хорошо, отлично. И мы из-за этого не потеряли времени на спецучастки простой. У нас не было. В целом, все хорошо. Пытались очень аккуратно сохранить темп и сохранить, конечно же, машину. На 1400 заезжали. Были какие-то проблемы с двигателем, с машиной тягой? Нет, абсолютно не было. Все отлично. То есть, наша задача сейчас сохранить как можно больше автомобиль. Потому что гонка длинная, еще третий день всего. А как показывают первые дни, это уже с первых дней прям настоящие дакарские спецучастки. Штурман экипажа Антона Шибалова, как для тебя навигационный сегодняшний день сложился? Ну, слава богу, сегодня было намного лучше. Видимо, сделанная работа над ошибками вчера помогла сегодня ехать стабильно, держаться правильных курсов и сразу находить дорогу. Ну, в целом, хорошо. Ну, по времени видим, потому что сегодня мы по темпу, видимо, немножко сдали. Ну, еще вся борьба впереди. Самое главное, чтобы мы не имели остановок, не пробивали колеса. Ну, все хорошо. Спасибо. Какая конфигурация сегодняшнего спецучастка? Как вы к ГУТА ехали? Какие, может быть, были участки интересные? Ну, на самом деле, да. Участки были очень разнообразные. Сначала начались очень быстрые каменистые дороги, где мы развивали максимальную скорость. До первой нейтрализации, это примерно 120 километров. А затем мы переехали уже в другую часть. Там начались такие очень красивые горы, желтый-желто-коричневый песок. Ну, очень разнообразная трасса. Дюн не было, просто песчаные дороги. Ну, в целом, все хорошо сложилось. Спасибо. Ну, и финиш такой очень продолжительный по каменистым руслам. Дорог вообще нету в целом. Просто одни направления. И очень много местных жителей. Последние километров 50, наверное, ну, 40 точно. Часто попадаются дороги. Даже попался один местный житель, который дождался нашу машину. Не знаю, может, на телефон хотел снять или что. Но выскочил перед нами на дорогу и не пускает. Мы ему подавали звуковые сигналы. Он просто не двигался. Нам пришлось за ним посидеть в пыли несколько, там, может, секунд 40. Кое-как удалось его бездорожьем объехать в свободном окошке. На машине ехал? Да, на джипе просто выскочил и все. Непонятно. Алис, поздравляю с финишем. Вопрос в Кальшу Лапресе. Какой был этап? Как ты чувствуешь новую машину? Мы друг к другу привыкаем. Это хорошая девочка, Прага. И мы... Мы два раза останавливались, потому что имели проблемы со скоростью из-за турбины. Мы вывозили устранить неполадку. Три раза останавливались. Нас обгоняли. Потом нам приходилось догонять их, но было трудно это делать в пыли. Вторая часть началась в песках. Мы немножко вернули потерянное время, но я счастлив, что мы здесь. У тебя арабский штурман. Ты доволен его работой? Да, это отличный парень. Мы также привлекаем друг к другу, потому что в последний раз мы были вместе на шелковом пути. Два года назад мы еще на одной гонке вместе выступали. А теперь первый спецучасток. Мы после перерыва потихонечку привыкаем опять друг к другу. Эдик, поздравляем с финишем. Как ты сам чувствуешь, как проехал сегодняшний спецучасток? Ну, чувствую, что неважно. Знаю, что было, во-первых, две остановки. Первая в начале. До первой нейтрализации проколол колесо. Вот, потратил на замену 6 минут. Довольно-таки быстро. Сложная была трасса. Ну, а дальше техническая проблема. Будем разбираться. То есть, вышел из строя клапан Визгейта, который отвечает за мощность двигателя. Мощности не стало. Пока разобрались, нашли, потеряли 16 минут. Ну, и дальше уже ехали в своем темпе. Конечно, попали в пыль. Но, тем не менее, это Дакар. Женя Яковлев хорошо сегодня сработал. Да, сегодня по навигации вопросов практически нет. Маленькие нюансы. Сегодня больше технический... Техническая потеря времени. Друзья, разрешите представить вам Януса Ван Кастерена. Это быстрейший на данный момент пилот команды Яна Дерой. Янус, ты выглядишь не очень счастливым. Что случилось? Да нет, ничего страшного. Все нормально. Я счастлив. Мы проколы 7 мили 20 километров до финиша. Сколько проколов? Один прокол. Сколько ты потерял? 10 минут? Может быть, да, 10-15 минут. Что насчет машины? Раньше ты выступал на Рено? Да, я раньше ездил на Рено, Мартин, Мамут. Эта машина быстрее, подвеска хорошая, все немножко получше. Я немножко больше доверяю этой машине. Какие-то проблемы с навигацией были? Да, мы имели. Так же, как и ваши парни. Так же, как 500-й номер. Кто это? Это Николаев? Николаев? Да, Николаев. Мы все время боролись. Да, он вам сказал. Да, он вам сказал, да? Один раз я его обогнал, другой раз он меня обогнал. Нам надо вас познакомить на бивоке. Конечно, да, это нужно. Спасибо, Янус, и мы желаем тебе удачи. Если честно, для меня большая честь бороться с Эдуардом Николаевым. На это лишь начало. Спасибо. Подробности о заключении экипажа Дмитрия Сотникова от пилота. Что случилось? Что за камень? Какие проблемы? Был очень быстрый трек, была практически максимальная скорость. Кому-то подъехали, была сильная пыль. Пытались искать беспыльную дорогу. В один момент просто понимали, что дорога ушла, и пытались в нее вернуться. И когда возвращались, все-таки была на большой скорости. Грузовик идет очень сильно по инессе, и перескакивали бруссеры. И в последний момент увидели, что из него торчит камень. Старались по привычке пустить его по центру или чуть-чуть в сторону, но ничего не получилось. И почувствовали сильные два удара. Сначала продолжали движение. Пытались оценить ситуацию, но машина как бы ехала. И немножко только вопросы были к руевому. Подозрения были на руевом механизмом. Пришлось остановиться, и увидели, что течет масло. Немножко еще проехали. С переднего моста? Да, с переднего моста текло масло. И приняли решение, что нужно все-таки доливать до финиша первого. Первой части было далеко, и остановились, начали ремонтировать мост. Вроде бы все получалось, все заклеили. Но как только закончили, увидели, что еще и раздаточная коробка пробита. Уже в ней масла не было. Очень большое отверстие в ней было. И, честно говоря, я был в замешательстве. И думал, что все, мы вряд ли приедем сегодня. Но посовещались с механиком, с эльгизом. Он говорит, сейчас я попробую что-то сделать. Взяли. Он достал отрезную, и молодец. Он там очень аккуратно, грамотно сделали. И она даже не капала у нас на спецучастке. Саморезы посадили за оплатку. Да, сделали за оплатку из алюминия. Посадили на саморезы. Ну, из того, что у нас было. И все очень как бы обильно заклеили. Притянули трещотками, ремнями. Сделали даже небольшую защиту. И когда залили масло, видели, что не течет. И доехали. Первую часть посмотрели, посмотрели всю машину. Вроде бы течи сильных не было. И уже постарались ехать аккуратно, беречь трансмиссию. Но как бы в своем режиме, чтобы приехать на финиш. Потому что гонка еще... Важно было остаться сегодня в гонке. Все точки взяли? Не пропускали ничего? Нет, все было четко. Везде все успели, все взяли. Поэтому штрафов сегодня не должно быть. На таких гонках, как обещают организаторы, в этот раз два часа тоже, в принципе, не фатально. Бывали случаи, когда и с двух часов выбирались на подиум, ребята. Ну, в любом случае, когда все четыре грузовика в гонке, я думаю, это больше пользы будет всей команде. Поэтому будем биться за целый результат команды. И там, как сложится в конце гонки, посмотрим. Мы сейчас покажем, какого размера отверстия. И на самом деле, с такой проблемой доехать до Бивака, это само по себе, не скажу геройство, но это результат сегодняшнего дня. Можно посмотреть. Вот просто с переднего моста, вы видите, сильные мятины. Да, показывай. Очень сильно замят мост. Соответственно, деформировался, загнулся мост, и посадочное, как сказать, посадочное место редуктора, оно раскрылось, и оттуда потекло масло. Сам редуктор не задет? Ну, сам редуктор вроде бы не гудел, шумов не было, поэтому, я думаю, там в порядке. Но поменяем все, я думаю, для профилактики, для перестраховки. Вот такие дефекты у нас впервые, да, вот здесь вот, видите, да, эту защиту мы сами уже сделали. Вот здесь вот нету куска, примерно вот такого размера. Здесь нету корпуса, и здесь сделали такую алюминиевую пластину, и саморезами ее закрепили. И это уже ремни, которые на всякий случай прижимают ее к раздаточной коробке. Вот, к счастью, не загнуло вот эти штанги. И нам... Чуть-чуть загнуло. Загнуло одну, а вторая осталась целая, поэтому это нам не повлияло на другие части, кордоны, особенно. И, как бы, вибраций не было, и это нам позволило сегодня ехать достаточно быстро. По итогам сегодняшнего дня в общем защите Андрей Каргинов более чем двое сократил отставание от Сергея Визовича. На третью строчку поднялся Антон Шибалов, Эдуард Николаев переместился на одну позицию вверх. Теперь он пятый. В среду участников Дакара-22 сожидает смешанный старт четвертого этапа по маршруту Неом-Эль-Ула. Протяженностью 672 километра, 453 из которых будут боевыми. Спортивный экипаж отправится на восток. Вглубь Саудовской Аравии и преодолеют равные части песчаных прямых и гравийных участков, осложняющихся непростой навигацией. Субтитры создавал DimaTorzok